Добрый день! Вы смотрите программу «За дело». Сегодня мы говорим о путешествиях. И у нас в гостях прям великий путешественник. Это Кристиан Тифферт. Он из Германии. И он путешествует по России. Кристиан, добрый день! Добрый день! Вот! И он знает русский язык. Кристиан, расскажи, пожалуйста, как возникла идея путешествия и что это за путешествие? У меня есть хороший друг, который работает в немецком посольстве в Москве. И он приезжал ко мне в гости на Пасху. В конце его визита я спросил, можно ли в Москве передвигаться на инвалидной коляске. Но вместе мы можем это выяснить. Так родилась идея посетить Москву. А когда выяснилось, что я могу летать на самолете, то появилась идея трехнедельного путешествия по России. Кристиан, мы просто смотрим видео, а ты рассказывай, что на этом видео и что это за маршрут вообще. Это Донбай. Это самая высокая и самая южная точка моего путешествия. Здесь было очень красиво, и от съемок этих мест наша команда получила огромное удовольствие. А это дорога из Астрахани по направлению в Москву. Ох, и длинные дороги в России, кстати. О, а это Москва. Я знаю этот город. Как вообще, Кристиан, ты оказался в коляске? Несчастный случай. Я ехал на велосипеде, и на моем пути кто-то натянул веревку, которую я не заметил. Поэтому я на полном ходу вылетел из седла и упал. Сколько лет назад это было? 20 лет назад. Кристиан, а кем ты работал до травмы? Я был морским офицером, работал инженером на корабле. Перед травмой я как раз менял работу. Хотел сменить море на научный труд в университете. Я в прошлом офицер военно-морского флота армии России. Очень интересно. Кристиан, а чем ты занимаешься сейчас? В прошлом году я путешествовал по России и был под большим впечатлением от этой страны. Сейчас я планирую следующее путешествие. Кроме этого, я много выступаю с лекциями и рассказами о своих приключениях. Выступаю в больницах и реабилитационных центрах. А еще я организовал благотворительный концерт в поддержку оркестра, в котором играют дети с инвалидностью. Ну и планирую другие социальные мероприятия. То есть, Кристиан, ты филантроп, ты занимаешься то, о чем мы вообще снимаем программу благотворительностью. Круто. Это даже не только путешествие, а путешествие со смыслом. Вопрос. Как тебе Россия? Все уже, наверное, спрашивали. О, очень хорошо. Ведь я не просто так сюда возвращаюсь снова. Ну, к дорогам, конечно, нужно привыкать и привыкать. Хотя, с другой стороны, перед поездкой я слышал, что они должны быть еще хуже. В этом смысле я приятно удивлен. Кристиан, ты же появляешься на улицах, ездишь по улицам России. Как люди реагируют на тебя, на твое появление? Потому что в России людей на таких колясках не так много. Они смотрят, интересуются, оборачиваются, удивляются. А ты сам когда-нибудь в России, вот когда ты путешествовал, встречал людей на коляске, также на улице? Ну, человек 3-5 максимум, наверное. Какая цель твоей поездки? Есть у нее такой какой-то большой смысл? Я хотел бы показать людям с инвалидностью и тем, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, что ограничений нет. Если есть желание, то возможно все. Когда случается несчастный случай, садишься в инвалидную коляску, жизнь меняется в один миг. Но это просто еще один жизненный этап. Его нужно принять и продолжать жить. Летом путешествие будет продолжаться, по-моему, в июле месяце. Какой будет маршрут? В этот раз мы поедем на восток, северо-восток. Через Санкт-Петербург в Архангельск. Оттуда на Урал, далее Екатеринбург. Потом вернемся в Москву. Посетим Казань. Планов у меня столько же, сколько и дорог в России. Кристиан, спасибо тебе большое. Встретимся на дороге. Спасибо, Волчой. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...